здравствуйте друзья вы видите как обрезают деревья тут это городские службы приезжают звонят в дверь говорят мужики перепарковывать на другую сторону улицы и вот будем обрезать там них люлька такая вот ненавидно вам не очень видно люлька такая вот они тут между проводов веток работают так ну что пропустим человека усилит у него дорога прямая у нас с препятствиями проезжаем да красивее даже немножко стало наша улица отличается от практически всех остальных даже на на нашей улице это только два или три квартала это называется китайские вязы чай низ элма вот эти деревья и в целом очень красиво вы знаете необычно потому что не знаю где еще вот именно так что вы вязы наша вот эта улочка застройки где-то года сорок шестого сорок седьмого и вот тогда все это посадили тут раньше сады были наш сосед вот если из дома выйти то по левую руку он родился там вот в этом доме и он рассказывал как вот там все это было в садах они сады не даже не вырубали а прям вот в садах и строили поэтому все те сады которые были они вот покрывали весь участок и собирали фрукты сушили их на чердаке и было буквально три улочки которые застройщик откупил землю в россии города сани вейла тогда города толком не было тут население было не за там 3000 человек и вот он откупил здесь кусок земли вот там слева и построил три улочки и вот эти три улочки как бы можно сказать такое место мы то не знали когда покупали сам понимаете просто участок большой патя в то время участки были большие а чё сад режешь там на куски а уже после этих трех улочек там у всех соседей которые дальше пошли вот у них уже поменьше участки немножко там уже не там не 10 соток а там может быть там 7 где-то 6 вот такого плана а вот это наша улочка на такая прикольненькая получилось да солнышко знать вот такое ощущение как будто не было последних нескольких дней таких холодных с дождями вот так как будто бы снова в лето вернулись вот таким резким переходом цветут деревья обратить внимание да и на справа сейчас много много цветет хотя на самом деле конечно первыми за первые зацвела мимоза где-то в середине февраля наверно мимозы много растет на хайвеях вот слева смотрите листочков нету а цветочков сколько хочешь на хайвеях зацвела мимоза очень красиво было такие громадные деревья знаете не то что от кусты мы как-то привыкли вот в советской жизни к кустам мимоза мимоза это такой кустарник а здесь такие деревья мама не горюй вот так они стоят там надо сказать что вот эти вот которые тут по левую руку они не плодоносят они такие чисто декоративные да так ну-ка ой там что-то впереди гайд влево давай а я как раз в обратную сторону но неважно посмотрим поглядим вы знаете спала вот это напряжение которое полгода нас тут ох ты какая тачка слева нас тут как бы сказать подпирала с лотереей green card посмотрите мы фактически чуть ли не середины августа до начала марта вот так постоянно вот это шла тема что они там сейчас сделают как они сделают кто проголосовал какие там еще планы и так далее так далее и сейчас как-то все ушло на второй план на третий десятый и у нас как-то я смотрю даже зрительский энтузиазм немножко преуменьшился потому что всегда когда беда какая-то то народ волнуется а когда просто все хорошо то уже не так волнительно конечно новостей особо даже нет вот я посмотрел с утра как-то так вот торговая война с китаем ну вот говорят может быть они там сейчас до чего-то договорятся то есть как так никому не хочется особо выводить ну в общем может быть договорят там до чего-то дальше что еще ну вот с дамами которые вступали с трампом в близкие отношения значит по-моему это самая большая тема сейчас все остальное как бы вообще отсутствует практически нот или скажем так может быть привыкли уж к этому никто внимание обращает над качество и на дам можно сказать что никто внимания уж прям так особого ты тоже не обращает но какие-то бабы там но понятно что как бы вот ну а что вы хотите вот мужик фактически но нельзя сказать из порно бизнеса но близко да там понятно вот так можно дождать надо смотри 65 лет мужику было он вот такую закадрил ядреную кровь с молоком но кто-то наверное так рассуждать я не знаю вообще конечно пуританской америке больше не видать и вот эти вот семейные ценности дайте было время когда скажем человек не мог бы стать не то что президентом а кандидатом в президенты вот республиканской и даже демократической партии если бы он был там во втором там я уже не говорю в третьем браке это было бы немыслимо ну как-то даже очень-очень-очень странно но уж и тем более вот партии республиканской так уже все уже все ушло на третий план на десятый план уже непонятно вообще чего народ хочет ну когда работы нет хотят работы когда денег нет хотят денег когда здоровья не хотят здоровья ой да конечно вопросы здоровья у нас в смысле здравоохранения так скажем на непонятном месте в обществе обострение какой-то я не знаю и не 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 комильфон с этим делом ну не знаю но как-то затихло затихло вот такая пока обама был и проблемы были но там как целыми днями кричали что проблемы а сейчас как никто особо не кричит проблем меньше не стало поэтому тоже совсем как бы я бы сказал наоборот меденда проблемы так потихонечку но никто не кричит особо я не за может быть ближе к выборам чуть закричат не знаю пока что тема здравоохранения в политическом таком ключе не муссируется не муссируется демократы не кричат сильно и и республиканцы не не кричат что они там всех победили и дали наконец народу то здравоохранение которое он заслуживает и которое обещали дать как-то так ушла актуальность ушла и актуальность вот этого с нелегальными иммигрантами куда-то все это делать вообще непонятно чё сейчас актуально ну вот стрельба там до школы демонстрирует сейчас вот ходит там молодежь но не похоже не похоже чтобы это как-то в политическом плане на что-то повлияло то есть скажем на рейтинге там каких-то политиков которые там против или за или там скажем на рейтинг там партии республиканской которая категорически стоит вот на защите прав по злоупотреблению в области оружия вот как-то так я не знаю говорят что сейчас не то что говорят законопроект был не знаю приняли не приняли наверное не приняли потому что я бы я бы знал о том чтобы запретить вот эти вот приспособления которые превращают полуавтоматическое оружие в автоматическое вообще это интересно автоматически запрещено но Но приспособления для превращения в автоматическое нет. Это очень интересно. Так система работает. Мне кажется, что вот эти фанаты оружейных дел, они утратили какую-то элементарную адекватность. Они из людей, которые говорят, что владение оружием это ответственность, они превращаются в людей, которые совсем другим занимаются. То есть вопросы ответственности уже не стоят, а стоят вопросы там наших бьют, там еще что-то, а ответственности уже нет. То есть как-то так вот, типа Конституция может виновата, я не знаю, или там еще кто. Да, в общем тихо, тихо, спокойно, никаких таких явных дел, которые привлекали бы много внимания. Вот враги, там эти дипломатов там российских выгоняют. Сегодня я читал там из... По поводу, значит, действий там, ну, как бы считается, что вот это как бы российские дела в Великобритании. Там отравление двойного агента и так далее. Ну, как бы человек сто пишут сегодня, что человек сто российских дипломатов будут уволены, ну, в смысле отправлены домой. Ну, тоже, понимаете, для американцев никакой новости в этом интересной нету им, собственно. Ну, хорошо. Ну, где-то там кто-то, чего-то там. И какое наше дело, в общем-то. Да. Вот. Не знаю. Не знаю. В общем, тихо, друзья, очень тихо. Оно даже и к лучшему. Знаете, когда без потрясений оно хорошо. Что еще пишут? Пишут, что... На пару лет может хватить вот этого экономического запала со снижением налогов и вот как бы это должно быть подхлестнуть как бы экономику. Дело в том, что экономика не лежачая у нас, тем более не полуживая. Она и как бы с 2009 года растет. С 2009. Все-таки это уже почти 10 лет прошло, понимаете. Не то, что там последний год она растет. Она последний год, кстати, не особо и растет. Но вот не то, чтобы она какая-то была лежачая, но подстегивать ее уже особо некуда. И вот Федерал Резерв Банк говорит, вот они сейчас на той неделе повысили там на четверть процентика, что само по себе немного. Но они говорят, что в этом году, в 2018, думают повысить так еще раза три. Да, то есть даже если это каждый раз будет по четверть процентика, то это будет уже целый процент, что неплохо. Как бы, что заметно. Но никто не говорит, что они не могут поднять на полпроцента и больше. То есть они следят за индикаторами экономическими и смотрят, чтобы так экономика сильно не разгонялась. Не перегревалась, так скажем. Не перегревалась. Но она уже на грани перегрева и стак-маркет, рынок ценных бумаг уже перегрет очень сильно. Рынок недвижимости. Вот большая статья сейчас на Блумберге о том, что элитная недвижимость в Нью-Йорке чудовищно. Как бы, завышены цены и добром не кончится. Но это элитная, она мало кого касается. Но так бывает, что, знаете, когда один сегмент посыпался, то за ним другой пошел и так далее. Это связанные вещи. Может быть, не безумно связанные, но все-таки. И вот поэтому говорят, что может года на два хватит вот этого всего запалу. А дальше, глядишь, к выборам-то все и жахнет. Ну, как бы... Или да, или нет. Другие говорят, что вот экономисты смотрят там за индикаторами всякими и ничего таком пока вроде не видят. Хотя есть какие-то люди, периодически про них пишут, которые говорят, что быть беде. Такие из экономистов, там, из менеджеров крупных фондов и так далее. Я помню, что когда рецессия наступила, вот, связанная с обвалом интернет-бума, где-то уже года за два, за два с половиной появились люди, которые говорили, так, долго продолжаться не может. Вот так, в общем, добром не кончится. А давайте на себя, что ли, немножко. Так, добром не кончится. Вы видите у меня тут автомобиль. Лимончики, знаете, я вчера на даче надрал, думаю, ну, а куда нам стоп лимонов? Вот мы их на работу отвезем. Так вот, тема рецессии, она как бы спекулятивная, да? И с одной стороны, индикаторов нет, с другой стороны, когда это все происходит, вот какие были индикаторы, что развалится Советский Союз, вот вы мне скажите. Я-то жил в это время, я помню прекрасно. Ну, какие были индикаторы? Вот сейчас возьмет и развалится. Коммунистическая партия, власти там, все дела там, как бы, ну, никто и не хотел. А вдруг раз и нету, понимаете? То же самое с интернет-бумом. Они, конечно, кричали, но никто не слышал. Больше того, в любой конкретный момент времени диапазон того, о чем люди кричат, охватывает абсолютно все потенциальные возможности. Там от катастрофы до легкой катастрофы, до существенной рецессии, вот, и там до, и вплоть до небывалого подъема. Всегда кто-то кричит. Но вот есть какая-то масса народу, которые действием каким-то занимаются. Вот от них все и, как бы, и происходит. Ценообразование, там, тренды. Пока что у них настроение хорошее. Уж не знаю даже, что ей сказать. Ну вот. Вообще, обидно так. Приезжаешь, все места заняты. А всего-то 10 часов 6 минут. Кто эти люди? Кто эти люди, занявшие все места тут? Ну ладно, кое-что тут у нас. Кое-что. И нам осталось. Ой. Давайте мы встанем сюда. Опа-на. Прямо под окна моего офиса. Ну, может быть, действительно так. Под окнами-то своими и надежнее. Что ж, друзья. Отправляюсь на рабочее место. Счастливо. У нас много-много дел сегодня. Ой, много. Хорошо, я ничего не помню после выходных. Но помню, что много. Сейчас начнем вникать. Счастливо.